Добро пожаловать! Обратимся к официальной страничке нашего издательства, сайт www.pros.ru. Вверху экрана мы видим с вами рубрику «Каталог». Я советую вам запомнить, потому что неоднократно буду отсылать вам в ходе своего выступления. Так вот, в разделе «Каталог» есть возможность в пунктовую строчку ввести тот учебник, то учебное пособие, которое вам необходимо и скачать. Либо аудиторию, либо книгу для учителей, либо электронное приложение. Скачивайте все это бесплатно. По левую сторону экрана вы продемонстрировали все иностранные языки, которыми занимается наш центр. А именно английский, немецкий, французский, испанский, китайский языки и сайт нашего британского партнера и издательства «Экспресс-паближ». То есть вы также можете обратиться к интересующему вас в языку и пройти в радиометодическую компанию и скачать необходимые для себя ресурсы. Это же бесплатно. Давайте сейчас поговорим о тех проблемах, с которыми мы сталкиваемся ежегодно. И вот, выполняя задания из раздела по аудированию чтения, с какими-то же ошибками мы сталкиваемся. Тем, что многие ребята, к сожалению, не умеют выделять ключевые слова в церковь, не умеют игнорировать ненужную информацию, не умеют использовать различные технологии чтения, не умеют опираться на смысл церковь, не опираются только на отдельные выключенные слова. Выбирают варианты ответов только потому, что эти слова звучат в тексту, забывая о том, что верный ответ обычно перекрытие. И, к сожалению, наши ребят не разу не вставают добраться. Что касается раздела грамматической элитики, здесь неправильное употребление видовременной формы, залога, постоянные неологизмы. В разделе письмо преобладает топиковость, то превышает, то уменьшает объем, не умеет формулировать проблемы своими словами, допускает литико-грамматические ошибки, использует однообразную литику, грамматическую структуру. Ну а говоря о разделе говорения, здесь ребята, к сожалению, некоторые неправильно читают слова, не умеют верить простые слова на предложения и смысловые синтезы. Здесь также существуют топиковые, не полностью, не точно освещают пункты плана, либо вообще неправильно структурируют свои дискаторные, только оставляя вступление, забывая о вступлении, либо заключении. То есть вот с этими проблемами мы сейчас будем и разбираться очень подробно, и мы, наше издательство, готовы предложить вам уже готовые решения. Но прежде чем перейдем к решению данных проблем, давайте посмотрим на следующий приказ, приказ Министерства просвещения Российской Федерации о 28 декабря 2018 года номер приказа 345 о федеральном перечне учебниках, рекомендуемых использований при реализации, имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального, основного, среднего и общего образования. И в соответствии с пунктом 4 данного приказа, организации, осуществляющие образовательные деятельности по основным общеобразовательным программам, в течение трех лет используют образовательные деятельности, приобретенные до вступления в силу настоящего приказа учебника. А приказ номер 253 от 31 марта 2014 года признан и тратится в силу с момента публикации нового перечня. И, уважаемые коллеги, обращаю ваше внимание на сайт fpu.pros.ru, а также на портал номер один для учтей всех иностранных языков, где вывешена выдержка из федеральной перечни с учебниками по иностранным языкам, издательства просвещения, а также письмо главного редактора нашего издательства об использовании учебников по иностранным языкам в сети обновленных федеральных перечней учебников. И здесь, в этой письме, у вас есть возможность его скачать и более подробно ознакомиться, в такой еще информации. Здесь прописано, что с целью сохранения преемственности в образовательном процессе учебники издательства просвещения, не вошедшие в обновленные федеральные перечень учебников, будут выпускаться в статусе учебные пособия и наличие заказов. Напоминаю вам о том, что наше издательство включено в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются в использовании при реализации, имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального, основного и среднего общего образования. Подтвердены приказы Министерства образования новости Российской Федерации, номер приказа 699 от 9 июня 2016 года. И в соответствии с федеральным законом номер 273 об образовании в Российской Федерации, учебные пособия, включая пособия для дошкольных образовательных организаций, могут приобретаться за счет бюджетных средств. Об этом говорят статии 8, 18, 28 и 35. Ну, говоря о реальной перечне учебников, давайте с вами посмотрим, какие учебники по английскому языку вошли в этот перечень. И прежде чем мы начнем говорить подробно об учебнике, учебных пособиях, я хотела бы обратиться к вам, дорогие слушатели, с небольшой просьбой. Пожалуйста, напишите в чате, если вам знакомы или вы уже успели поработать, или учебные пособия, подготовить к итоговой аттестации, пожалуйста, напишите, дайте нам обратную связь. Это будет очень полезная для нас информация. Я надеюсь, мы с вами договоримся, и вы выполните мою просьбу, а в конце я зачитаю, и мы с вами уже более детально поговорим. Ну, а сейчас возвращаемся к презентации. Как вам известно, традиционные УНК пользуются успехом до сих пор не только у учителей, но и у родителей. Для современных учителей вопрос о выборе учебника стоит достаточно остро, но в виде их отдает почти миграционным линиям. Так, выбор для базы в учении английского языка возможен как УНК английский фокусе, УНК английский язык под авторством Владимира Петровича Кунтовлева и новым нашим инвекционным УНК английский язык и СПЕК. Школа с углубленным изучением английского языка отдает предпочтение УНК лёвы английских, УНК Ирина Николаевна Верещадина и Ульпия Васильевна Афанасова. Напоминаю, что все предмонстрированные учебники вошли в федеральную перечень учебников и не соответствуют требованиях федеральных государственных руководительных стандартов. Кроме того, одной из особенностей тех УНК в вышеперечисленных являются целенаправленная подготовка к обязательному и единому государственному экзамену. Об этом свидетельствует не только задание, которое находится внутри модуля, но и дополнительные разделы. Итак, в УНК английский фокусе предлагается раздел в конце каждого модуля под названием Spotlight on Exam. УНК звёздный английский – это раздел Focus on A and E. УНК английский язык, Владимир Китрёвич Кузьев-Леван, раздел Example Relation Lesson. Здесь обратите, пожалуйста, внимание, что какие ценные памяти представлены, ценными советами и рекомендациями по выполнению определенных заданий. Есть и драматический справочник. И вот такие интересные рамочки, полезные ценными, такими важными, качественными фразами, которые ученик может использовать в своем местном отрести. УНК Ирина Николаевича, генеология Васильевна Афанасьева. Здесь также продемонстрированы на данном слайде задания в формате ЕГЭ. Об этом свидетельстве вот такой значок, аббревиатура NEF – National Examination Format. То есть вот эти задания, они именно содержат задания в формате УГЭ и ЕГЭ. Ну, а сейчас я хотела бы у вас вам продемонстрировать наш новый УНК серии «Сфер». Я думаю, многие из вас уже поучаствовали в наших вебинарах в этом году, а также один из вебинаров состоялся сегодня с утра, и где вы более подробно ознакомились с данной линией. Ну, для тех, кто не успел это сделать, кратко расскажу. В 2017 году вышел новый проект по английскому языку «Сферы». Это один из современных инновационных образовательных проектов для общеобразовательных организаций, которые не имеют ни отечественных, ни зарубежных аналогов. Данный УНК рассчитан на базовый уровень изучения английского языка и предназначен для обучающихся вторых и одиннадцатых классов общеобразовательных организаций. Состав компонента продемонстрирован на экране. Это учебник, электронная форма учебника, рабочие программы, книги для учителя, аудиокурс, петрай-тренажер и петрай-экзаменат. Сейчас мы ведем работы на сайте и следите, пожалуйста, за ним. Дополняться будут и будут представлены на сайте УНК рабочие программы, книги для учителя, аудиокурс и сэмплы данной линии. Кого же особенности данного УНК? Итак, УНК-сфера соединяет в себе как классические, так и инновационные подходы. Разработан специально для детей нового поколения. Написан аутентичным английским языком. Развивает компетенции 21 века. И, конечно же, целенаправленно готовы к обе и географии. Сейчас перед нами задание из данного учебника. Мы с вами начали говорить о том, что у некоторых детей наше, к сожалению, не развитая языковая догадка. Поэтому нам следует развивать и деталь. Учите извлекать, ребят, извлекать общий смысл слова из концепта, морфологические структуры слова на основе аналогии с интернациональными словами. И в то же случае дети не должны пугаться ни в знакомых словах. Необходимо развивать у наших ребят компенсаторные умения, такие как умения или фразировать, находить синонимы, антонимы. Вам также известно, что в этом году задание 40, письменно высказывает с элементами рассуждения, первый пункт плана был немного подкорректирован. Сейчас он продемонстрировал у вас на экране. Это И вот мы видим с вами, да, включается у нас, что необходимость перепразирования. Вот где это мнение в детском нашем предметах. Кроме того, важно в учебном процессе уделять большое внимание вопросам сочетаемости и сочетаемости. Ребята должны не заучивать отдельные слова, а заучивать словосочетания. И вот перед нами у нас задание из учебников сфер со структуры, высказывания, планы, схемы, продемонстрированные, с помощью которой ребята могут использовать при написании и выполнении задания 39 личных письмон и задания 40 описанные на высказке элементами рассуждения. Также при обучении говорения рекомендуется соблюдать баланс подготовленной и неподготовленной речи. Отводить больше времени необходимо на уроки на спонтанную речь, на творческие задания, например, выигры, дискуссии. Ну, здесь наш творческий, конечно, в рецепт, в страничке. Уважаемые коллеги, хотела бы вас познакомить еще с одним УМК под названием «Мой выбор английский» и «Окшенс». Данному УМК также было введено определенное время наших вебинаров, где-то мы здесь вас уже успели послушать и ознакомиться с ним. Но, опять же, кратко хотел бы познакомить всех. УМК «Мой выбор английский» это совместный проект наших запрещенных сайтов и посещений и сайтов и сайтов предпадыша для тех, кто изучает английский язык как второй иностранный начиная с пятого класса. Он тоже включен в федеральный перечень учебников в соответствии с всем требованием стандарта. Компоненты сейчас мы видим на экране это учебник, электронная форма учебника, рабочая тетрадь, книги для учителя, аудиокурс, рабочие программы, контрольные задания, электронные приложения. Опять же, обращаю ваше внимание, что в скором времени на странице УМК будет вывешен книги для учителя, аудиокурс, рабочие программы, подробные задания совершенно бесплатно. Данное УМК рассчитано на два часа в неделю, содержит большое количество аутентичного материала, имеет модульную структуру к справедению, состоронне развивает коммуникативные компетенции на основе тем, соответствующих возрасту и интересов наших ребят. Ну и, конечно же, целенаправленно задание ОГЭ и ЕТЭ. И вот перед нами задание на обучение грамматики, на обучение в устной речи. Помимо, опять же, заданий, которые находятся внутри модуля, есть специальные задания в ответственных разделах. Так вот, раздел R&E, это Russian National Exams, и специальные разделы Practice Test, Exam Practice, где собраны уже задания в формате ОГЭ и ЕГЭ. Ну и, также, советую, и авторы советуют не игнорировать рубрику Старис, которая содержит ценные советы и рекомендации по выполнению определенных заданий. Кроме того, на данном слайде хотел бы вам представить и уже вам известные тренировочные упражнения в формате ОГЭ, сборник и контрольных заданий, сборник устных темы подготовки к ОГЭ уже выше перечисленным ОГЭ. Пожалуйста, пользуйтесь и с тобой все. Если кому необходимы ключи к тренировочным упражнения в формате ОГЭ по ОГЭ по ОГЭ по ОГЭ, пожалуйста, напишите на электронный адрес, который я оставлю по окончании его выступления, и мы с удовольствием вам пришлем. Ну и сейчас давайте поговорим о учебных пособиях, которые также теменаправленно готовились сдачи изданий. Перед вами учредительская серия «Я сдам ОГЭ английский язык и типовые дарни технологии решений». Ну, иногда многие из вас работают по данному пособию, не будут знакомы, слышали, я напоминаю, уважаемые коллеги, пожалуйста, пишите в чате, знаете ли вы эти пособия либо нет. Так вот, мы видим сейчас обложку новому пособию. И на пособии мы продемонстрировали уже текущий 2019 год. Ну, наверное, вы задаете с вопросом, о чем это отличается от предыдущей версии данного пособия. Так вот, по сравнению с предыдущей версией, в этом учебном пособии изменены следующие моменты. Обновлены задания в разделах ауди, чтения, грамматика, лексика, письмо и говорения. Обновлены задания, соответственно, обновлены и ключи. Аудиокурс, размещенный на сайте издательства, напоминая сайт наша 3-напогу.prod.ru И вы помните, я вам продемонстрировала в начале раздел каталога. В нем мы скачиваем аудиокурс. следующая серия общеиздательская я сдам ЕГЭ английский язык типовые задания. Обратите внимание, что данные пособии разделены на две части. Первая часть посвящена разделам ауди, замечения, грамматика и лексика, вторая разделам письмо и говорения. Опять же, мы видим на обложке 2019 год и чем же он отличается от предыдущей версии. Здесь также обновлены задания во всех разделах и обновлены ключи, изменилось содержание введения в соответствии с 2019 годом, даются рекомендации по заполнению новых бланков вверх, даются образцы новых планов. Аудиокурс размещен на нашем сайте в разделе каталог. Данные пособия адресованы педагогам, школьникам и их родителям для самопроверки достижения требований образовательного стандарта в уровне подготовки наших выпускников. Ну а сейчас, уважаемые коллеги, позвольте представить еще одну общий издательскую серию под названием «Готовимся к экзамену». Сейчас на экранах продемонстрировано пособие Андрея Валентиновича Мишина «Английский язык. Эффективные приемы подготовки к ДГС по английскому языку». В данной пособии представлен экспресс-анализ одного из вариантов контроля измерительных материалов по английскому языку. Ребята вместе с автором поэтапно разбирают основные задания в ясной и в ясной части экзамена. Экзаменационные задания, направленные на проверку материала в разделе «Грамматика» и «Лексика», как правило, представляют наибольшую сложность у наших видов. И в число ошибок входит неправильное употребление временных форм, залога, незнание степеней сравнения прилагательных и наречий, употребление несуществующих слов, использование неверного отрицательного претенса, незнание фразы во глаголе, геоматических выражений, несоблюдение правил афографии. И в этом вам поможет решение данных из этих проблем поможет пособие Радислава Петровича Миндега под названием «Ангейский язык», «Недельный государственный экзамен», «Грамматика и версия». Если вам необходимы ужатые сроки повторить весь грамматический материал, пожалуйста, используйте данные пособия. Итак, оно содержит тренировочные задания, экзаменационные тесты для пробного экзамена, а также грамматические справочные. Здесь, коллеги, внимание, данные справочные грамматические вы можете опять же скачать из раздела «Каталла». Кроме того, пособие позволяет расширить представление обучающейся аутентичной английской речи. Вот мы видим, на экране продемонстрированы фразовые глаголы, английский колокад, идиоматические выражения, то есть всем тем, чем мы сталкиваемся с вами на экзамене. Ну и, конечно же, ключи для самопроверки тоже под состав сборника. Что касается раздела «Письмо», вот мы сейчас подробно остановимся на задании «Истинное распространение элементами рассуждения». Итак, с какими же ошибками мы здесь сталкиваемся? Это, конечно, тот это неумение формулировать проблемы своими словами. К сожалению, многие ребята неправильно делят текст на обзор, неправильно используют средства логической связи, допускают детские грамматические ошибки, допускают однообразные логическую грамматическую структуру эссе. Итак, в этом нам на помощь приходят следующие пособия Андрея Валентиновича Мишина под названием «Английский язык. Единый государственный издание сборных запробов эссе». Итак, какова же его особенность? Данное пособие содержит рекомендации по подготовке написания сочинений. Пошаговый разбор первого сочинения. И вот сейчас на данном слайде продемонстрировано то, как автор разбирает это сочинение. Итак, вот здесь предлагается такая полетапная стратегия подготовки написания задания ссор. Что необходимо сделать нашему ученику, чтобы написать грамотно, подойти к написанию определенного абзаца. Итак, что мы видим? В первом абзаце четко сформулированы две противоположные точки зрения и осуществлен перехол раз предложенной темы сочинения. Во втором абзаце изложена ваша точка зрения, то есть точка зрения нашего взаменуемого на субедительные ясные аргументы. В третьем абзаце есть противоположное вашему мнению пруждение других людей с четкими ясными доказательствами этого мнения. В четвертом абзаце должно присутствовать несогласие с высказанным. В третьем абзаце точка зрения оппонента и есть ее опровержение. И тезис нашего ученика обязательно должен поддержать открытое вежливое несогласие. И наконец в пятом абзаце ученик должен ясно подтвердить свою точку зрения еще раз обобщенно высказать свое мнение в защиту или против предложенного утверждения. Коллеги, я думаю, вы успели сфотографировать этот слайд, он вам очень пригодится. Кроме того, в данном посаде размещены советы, рекомендации выполнения данного задания, темы эссе для тренировки и написания задания 40, примеры готовых кассе, список тем по разделам кодификатора для тренировки, список тем для самостоятельной работы. А раздел приложения содержит основные фразы и клише в дополнении критерия нацеления. Кроме того, при выполнении задания 40 поможет и поступить Радислава Петровича Мильдата под названием английский язык, где на депутатский экзамен пишем эссе. Данное пособие имеет четкую структуру, содержит 50 тем с примерами эссе, состоит из 5 разделов в каждом разделе по 10 заданий, а также методические рекомендации. Кроме того, в данном пособии разработан электронный тренажер, который вы можете скачать с нашего сайта из раздела каталог. При скачивании программа вас запросит ввести серийный номер, который находится внутри данного пособия. Итак, давайте разбираться с тренажером. Электронный тренажер представляет собой компьютерную программу, которая в адрактивном режиме позволяет формировать у наших коммуникативные умения, необходимые для письменного высказывания элементами рассуждений. Здесь используется авторская методика. В тренажере есть окно, вот мы видим, это центральное окно, для выполнения интерактивных письменных заданий на экране. Имеется встроенная база языкового материала, которая служит подсказкой для учащихся. Данный тренажер контролирует структуру письменного рассуждения с учетом рекомендуемых абзацев, количество слов в целом и по абзацам. Также контролирует орфографию и грамматику, связанность текста и предлагает также ребятам необходимые подсказки средств организации языка. Более того, данный электронный тренажер снабжен секундомером для выполнения истинного задания с учетом заданного линейка тренажера. Здравствуйте, уважаемые коллеги, вот такой интересный тренажер был разработан нашим автором Владиславом Петровичем. И в заключении я вам покажу еще и статью, вы можете внимательно ознакомиться и уже более детально понимать, как работать с этим тренажером. А мы дорежимся дальше и уже разбираемся с разделом «Говорение». При выполнении данного раздела наши ребята допускают следующие ошибки. Неверно читают слова, допускают ошибки при чтении, числительные, не умеют делить, высталкиваются с тем, что ребята не умеют делить простые и сложные предложения, не смысловые синтагмы. Но, например, в 2018 году была такая ошибка, как непонимание коммуникативной задачи по пункту «Find out the opening hours» и задавали вопрос «Can I come to you?» затруднялись задавать вопросы по пункту «Location», особенно если данный пункт стоял первым. Также в следующих заданиях преобладала топиковость. Не полностью, к сожалению, многие ребята не точно отвечали к мнению плана, либо дублировали идеи и лексику в разных сферах, нарушали структуру высказывания, то есть забывали о вступлении, о заключении. Также в 2018 году ребята описывали обе фотографии но только по одному делу методу «Location», «Action», либо описывали первую фотографию полностью, а при описании второй один из пунктов его плана опускали. И вот теперь, чтобы решить вот эти уже проблемы, мы готовы вам предложить последующие пособия. Первое из них пособие Ольги Николаевны Сухановой название «Мангийский язык», основной учебный экзамен, готовимся к местной части. Данное пособие содержит 10 тематических модулей, каждый из которых построен на лексике по заданной теме с упражнениями на их закрепление и предлагает тренировочные задания в формате экзамена с образцами ответа. Кроме того, в каждом модуле отрабатываются стратегии устного ответа и даются рекомендации, которые позволяют избежать технических ошибок. Каждый модуль может изучаться независимо, однако предложенная последовательность кажется автором наиболее логичной. И вот давайте сейчас рассмотрим пособие Андрея Валентиновича, Мишина, и вы уже увидите, зачем же эти два поступки друг от друга будут отвечать. Она называется «Английский язык, основной капиталовский экзамен, устная часть». Цель данного пособия – познакомить ребят с содержательной и организационно-технологической сторонами раздела «Говорение». Данное пособие содержит пять вариантов для подготовки к устной части экзамена, первый из которых и комментируется автором. В основной части ребята могут получить советы по подготовке к каждому из трех заданий экзамена. А вот в приложении, во второй части пособия, предлагается полезный справочный материал. Мы видим на экране правила чтения, транскрипция, то есть не нужно дополнительно нигде нашим учителям искать информацию, да, здесь в этом пособии все представлено. И также мы видим образец ответа в третьем задании. Что касается подготовки к устной части ЕГЭ, Андрей Валентинович Мишин разработал пособие под названием «Магистский язык» «Единый государственный экзамен» «Учная часть». Чем оно интересно? Оно содержит пять вариантов для подготовки к устной части экзамена. первые варианты подробно разбираются и комментируются автором. Также в первой части пособия ребята смогут получить совет и подготовить каждому из четырех заданий экзамена, найти и выучить типичные фразы, а также разобраться с критериями оценивания. Во второй части предлагается полезный материал. мы видим опять же это правило чтения, мы видим с вами уже готовые фразы для сравнения фотографий, для описания фотографий. Кроме того, в данном пособии разработан электронный тренажер, который вы можете опять же скачать на нашем сайте просвещения. Еще раз напоминаю наш сайт www.pros.ru раздел каталог. И установить при помощи данный тренажер при помощи индивидального входа доступа, который написан на карточке внутри данного издания. Вот мы видим на данном слайде структуру тренажера, то есть ребята знакомы с инструкцией, то есть сначала разбираются тренажеров, где рассказывается о правилах участия ГДА, о составе заданий, затем как и на экзамен они готовятся, тренируются к выполнению определенного задания, а потом уже переходят к самому экзамену. Здесь есть возможность записать свой ответ, затем его прослушать, как и на экзамене, и прослушать ответ дикта. С этим тренажером могут работать как в классе с учителем, так и дома самостоятельно и качественно подготовиться к путной части ГДА. Уважаемые коллеги, хочу вас познакомить еще с одной общеиздаторской серии, называется она УГЭ ГД 2019 английский язык 10 лучших вариантов от просвещения. Данная пособия помог нашим выпускникам добиться максимальных индивидуальных результатов как на УГЭ, так и на ЕГЭ. Выполнение заданий, представленных в регуляционных вариантов, даст возможность нашим ребятам самостоятельно объективно оценить уровень своей подготовки к экзамену, выявить пробелы знаний и успешно подготовиться к государственной договорной аттестации. Кроме того, сборники могут использовать учителя для организации внутренней системы оценки качества образования для проведения репетиционных и демонстрационного тестирования. Здесь обратите пожалуйста внимание, что ключи и аудио в данном пособии вывлечены на сайте и сайте стабильного каталога. Еще одна новинка новинка этого года называется английский язык, трудные задания УГЭ готовимся к экзамену. В данном пособии приведен подробный разбор выполнения заданий УГЭ, которые вызывают наибольшие трудности на экзамене. Типичные ошибки выявлены на основе анализа результатов выполнения демонстрационных работ участниками УГЭ прошлых лет, подготовленного Федеральным Институтом эпидемиологических измерений. В данном экзамене проанализированы типичные ошибки, приводятся комментарии выполнения заданий, предлагаются задания для самостоятельной работы. В конце пособия содержат ключи для самопроверки, а аудиокурс будет в скором времени размещен на сайте России или Катана. Пособия английский язык, трудные задания, ГИГ готовимся к экзамену. Здесь ребята в этом издании найдут анализ типичных ошибок, которые возникают при выполнении заданий, а также примеры решения подобных заданий с комментарием. Типичные ошибки отбирались на основе анализа результатов сдачи с классом МИГ за последние несколько лет. Пособия представлены задания для самостоятельных учащихся в двух вариантов. В конце пособия содержат ключи для проверки и тексты аудиозаписей, а аудиокурс будет в скором времени размещен в разделе Катана. Сейчас мы переходим с вами к террасистическим проверочным работам и, как многим из вас известным, уважаемые коллеги, в начале апреля 2019 года согласно приказу Федеральной службы по надзору сфере образования науки от 29 января 2019 года состоится аппровация всероссийских проверочных работ по иностранному медику в 7 классе. Наша издателька вакцина реагировала на это и выпустила всероссийские проверочные работы по английскому медику 10 типовых вариантов для 7 класса. Данные пособия адресованы нашим учащимся при этом всего учителями, таблистам, депутатам и родителям в пластике. Ну, как вы понимаете из названия он включает 10 вариантов. В каждом варианте сначала учащимся предлагается выполнить задание в письменной части подключенные задания по аутированию, чтению, грамматике и лексике, аудиокостик, необходимые для выполнения заданий по аудированию можно будет бесплатно скачать на сайте издательства. В основной части учащиеся выполняют задания по чтению и говорению. Для проверки своих результатов в конце пособия размещены критерии оценения и ответа. Уважаемые коллеги, сейчас я возвращаясь к сайту издательства, который мне однократно упоминала, еще раз давайте посмотрим на него, сайт www.pros.ru Еще раз демонстрирую вам раздел каталог, напоминаю, в кусковой строчке мы вписываем то пособие, которое вам необходимо, и здесь скачиваем аудиокурсы, книги для учителя, либо электронный тренажер. Если вдруг у вас возникают какие-то сложности с скачиванием материала, пожалуйста, обращайтесь к нам, я вам скоро оставлю контакт, и мы вам в этом поможем. Поэтому не переживайте, не беспокойтесь, это все решаемо. Далее, уважаемые коллеги, вам, как известно, мы ежемесячно проводим большое количество вебинаров по всем иностранным языкам, поинтересующим вас тематикам, и если у вас не было возможности прослушивать их в режиме реального времени, всегда есть возможность прослушиваться вебинаров записи, подписавшись на YouTube-канал «Просвещение иностранных языков». И здесь я хотела бы обратить ваше внимание на, помимо того, что у чата мы продемонстрировали на слайде, вот мы видим массу авторских вебинаров, посвященные итоговой аттестации. Здесь есть еще и отдельный раздел, посвященный нашей школе «Эссе как цель». И здесь нас авторы и методисты рассказывали о том, как грамотно подойти и подготовить наших ребят в выполнении задания сурки, смино высказываться элементами рассуждения. Вы можете просто вооружиться данными записями и демонстрируя ребятам на своих занятиях. Здесь просто готовый такой его мастер-класс по написанию письменного высказывания. Уважаемые коллеги, я приглашаю вас к публикации в нашем электронном методическом журнале «Просвещение иностранной языки». Публикация в журнале бесплатная, все требования вывышены на сайте журнала. В обмен мы вам за публикацию присылаем вот такое свидетельство. И помимо этого у вас есть всегда возможность прочитать, ознакомиться с интереснейшими авторскими методическими статьями. и вот здесь, как я вам обещала, продемонстрированы авторские статьи Рислава Петровича Милова, Андрея Валентиновича Мишина, которые рассказывают о структуре пособий, о том, как нужно грамотно подойти к готовке тому любимому разделе экзамене. Милова, уважаемые коллеги, в нашем здании работает интернет-магазин, сайт магазина shop.proc.ru При необходимости, пожалуйста, обращайтесь на сайт магазина и приобретайте необходимую вам литературу. И, как я уже обещала, оставляю вам контакты нашего центра литератического образования. Контакт вы можете обращаться по указанному электронному адресу либо примерам телефона. Мы с удовольствием готовы откликнуть и оказать вам необходимую поддержку. Коллеги, если вам необходимо провести для вас нашего региона очные мероприятия по важной теме итоговой аттестации российской проверочной работы, мы с удовольствием готовы к вам приедут к гости и более детально ознакомить вас и провести вероцентный мастер-класс. Итак, уважаемые коллеги, давайте посмотрим, есть ли у нас вопрос, в члене остается очень мало времени. И у меня я сейчас хотела бы посмотреть, насколько вы выполнили мою просьбу и оставили свои отзывы, работаете ли вы по нашим пособиям. Есть коллеги, которые работают, спасибо большое, что используете пособия наших замечательных авторов. А теперь давайте посмотрим на вопросы. Так, Ольга Васильевна Смирнов, большое спасибо за ваш вопрос. Вы спрашиваете, есть ли сборные контрольные задания КУНК Владимира Петровича Кузовлева 50-х 11-х класса, как их можно купить? Ольга Васильевна. У нас разработаны корнеконтрольные работы КУНК Владимира Петровича с 5-го по 9-й класса, а к 10-м адресу мы еще находимся в проекте в разработке. Как следите за нашими новостями, за рассылкой, вы об этом знаете, субтитрируем. Что касается презентации, мы уже отметили, она находится вот в таком виде, как он есть, вы сейчас прослушали. Спасибо, что интересно. Если вам необходимо, вы можете написать мне на адрес ленгерисобака просто.ру необходимый материал для ознакомления, который вам прислать. И, если необходимо, также еще раз провести уже на ваш видео подробный вебинар. Так. Что касается Миши, давайте вебинар инструкция по написанию Миши. Так, у нас возникает вопрос инструкции, связанные с написанием Миши. Коллеги, давайте все-таки договоримся о том, что у нас, о какой инструкции имеется ввиду. У Андрея Валентиновича учено пособие английский язык без сборных готовых эссе, без цикловливого тренажера. Вот я еще раз демонстрирую слайды из его пособия. То есть он содержит, разбирает подробные эссе, темы эссе, примеры готовых эссе, здесь присутствует список тем, по разделу, список тем, где самостоятельно работают. Наверное, вы имели ввиду пособие Андрея Радислава Петровича Мирбуда. Английский язык в язык ЕГЭ пишем эссе. Скорее всего, его, потому что к нему разработан электронный тренажер. Вы этот тренажер можете скачать сам с нашего сайта. Сайт, напоминаю, www.broth.ru раздел каталог, вы проходите в этот каталог, в поисковую строчку вводите то пособие, которое вам необходимо, в данном случае вам необходимо это пособие, скачиваете этот тренажер. Затем, пока вы будете скачивать программу и запросить ввести примеренный номер, который находится внутри пособия Радислава Петровича. Вы его вводите и автоматически скачиваете себя на компьютер. Так, я надеюсь, вам теперь понятно. Коллеги, к сожалению, мне необходимо уже завершать свое выступление, поскольку во времени мы ограничены. Контакты я вот сейчас оставляю. Пожалуйста, если у вас какие-либо вопросы есть, напишите мне. Я с удовольствием на них отвечу и дам уже полный такой развернутый ответ. Если необходимы какие-нибудь ссылочки, также будут они вам предоставлены. На этом я завершаю свое выступление. Еще раз благодарю вас за участие, за активную работу, за ваши вопросы. Была рада встрече с вами и желаю вам всего самого доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok